А вы в курсе, что Сочи стал городом полумиллионником? Сегодня на курорте зарегистрировано порядка 502 тысяч человек. Это официальные данные. А вот сколько здесь живет людей на самом деле, почитать, конечно, сложно. Ведь некоторые, кто приезжает сюда на ПМЖ либо по работе, они живут безвременной или постоянной регистрации. Зачастую и иностранные граждане не оформляют нужного пакета документов. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня гость нашей программы, начальник отдела по вопросам миграции УВД по городу Сочи, подполковник полиции Николай Скоба. Здравствуйте, Николай Владимирович. Добрый день. Рады вас видеть в нашей студии. Спасибо, что к нам пришли. Но не так давно миграционная служба, она перешла в систему МВД. Вот в связи с этим переходом, что изменилось? Может быть, как-то изменились цели, задачи или в целом работа подразделения? Да, совсем недавно Федеральная миграционная служба была упразднена указом президента Российской Федерации и ввели в подвергность Министерства внутренних дел. Задачи и службы у нас не изменились. Единственное, изменились у нас только структура и переподчиненность. Функции, которые мы выполняли, так и остались за нами. Ну, какие сегодня цели стоят перед вашим подразделением? Ну, отдел по вопросам миграции уже само за себя говорит. Борьба с нелегальной миграцией, незаконными мигрантами. Также в наши функции ходят еще документирование паспортами граждан Российской Федерации, заграничными паспортами, то бишь документы, удостоверяющие личность гражданинской Федерации за переделами и определение наличия детского гражданства, также трудовая миграция и выдача разрешений на работу. Ну, задач много и все очень важные. Город тоже особенный, он постоянно развивается, постоянно строятся новые объекты и на этих строительных площадках трудится большое количество рабочих, в том числе это гастарбайтеры, гости из других стран, которые работают по временному найму. Как много таких трудовых мигрантов у нас сегодня в городе Сочи, насколько законна их трудовая деятельность и как вообще сегодня вот эти миграционные потоки, они контролируются? Да, вы знаете, вопрос очень серьезный и актуальный на сегодняшний день, так как большинство строек у нас стараются использовать дешевую рабочую силу иностранных граждан. На сегодняшний день у нас на территории города Сочи зарегистрировано более 158 тысяч иностранных граждан, но в том числе и туристы. 58 тысяч иностранных граждан заявили цель визита в город Сочи как работа, но только более 8 тысяч работодателей иностранных граждан подали уведомления о привлечении иностранных граждан к трудовой деятельности. Данные иностранные граждане в основном задействованы в таком секторе нашей экономики, которая невыгодна для местных жителей, для вообще не перспективной. Вот в данной сфере деятельности в основном используются у нас трудовые мигранты. Конечно, никто не исключает той же латентной стороны данного мероприятия, так как в 10 легальных мигрантах может раствориться два нелегальных мигранта. Вот в этом направлении мы и работаем. Личным составом миграционного контроля в количестве из нас человек, конечно, трудно справиться, но показатели дают о себе знать. У нас в этом году проведено более тысячи совместных мероприятий в судковой полиции, что в 3,5 раза более аналогичных периодов прошлого года. Проверено более 200 строек. Административная практика, цифры говорят сами за себя о результатах нашей деятельности. Что грозит тем мигрантам, которые работают без нужного пакета документов? Данные санкции предусматривают административный штраф с выдворением. Сейчас у нас очень строго и жестко с этим ко всем нарушителям пытаемся применить санкцию как выдворение, чтобы хоть как-то немножко очистить город от нелегальных мигрантов. Но документы же необходимо оформлять не только иностранным гражданам, но и тем, кто переезжает в Сочи на постоянное место жительства. Сколько времени в городе Сочи человек из другого города может находиться без обращения в специальные службы? И какие документы нужно оформить? Куда обращаться? Какие шаги предпринять для того, чтобы не попасть в число нарушителей? Вы имеете в виду российских граждан? Да, российских граждан. Российский гражданин превышен на территорию города Сочи. Ну, как, в принципе, во всех положениях, он может находиться здесь до 90 суток без регистрации. Если он намерен пребывать здесь, в городе Сочи, более чем 90 дней, то он обязан обратиться либо в МФЦ, либо же через портал Госуслуг, подать заявление по регистрации по месту пребывания, где будет он временно находиться. Называется временная регистрация в простонародье. Не постоянная, а временная. Обязан зарегистрироваться и иметь при себе средства временной регистрации по месту пребывания. Если такие документы человек не оформляет, что ему может грозить? Здесь тоже российский гражданин привлекается к административной ответственности и также на него налагается административный штраф, если доказано его нахождение на территории города Сочи более чем 90 дней, без подтверждающих документов. Но такие услуги по временной регистрации, так называемой, конечно, предлагают сегодня и нечистые на руку частные бюро. Как удалось, удалось ли побороть эту проблему, или она еще существует? Есть ли такие частные компании, которые за определенную плату все-таки продолжают оказывать такую услугу, как регистрация по месту жительства временная? Да, вы знаете, в этом направлении провелась огромная работа, проводилась и будет проводиться. Почему? Потому что, заходя в интернет, сразу же набрав временной регистрации в городе Сочи, появляется масса объявлений, сам неоднократно прозванивал сотрудники подразделений, пытаемся выяснить, кто этим занимается. Потому что данная регистрация, данное условие является незаконной. За определенную плату вас зарегистрируют, но это уже будет тогда уголовная статья, фиктивная регистрация. Здесь будет привлечено уже по 322-й уголовной статье уголовного кодекса. Но у нас в этом году, почему у нас так снизилась данная реклама, мы в этом году возбудили более 84-х материалов по данной статье, по фиктивной регистрации. Поэтому я никому не советую с этим играться. Еще один важный вопрос – это отработка гаражных кооперативов. Полицейские регулярно проводят рейды совместно с администрацией, проверяют, кто же живет в этих так называемых жилых гаражах. Некоторые результаты хотелось бы, чтобы вы озвучили этой важной работой. Много ли найдено было там резиновых квартир? Вообще, какова статистика в общем по всему жилому фонду города Сочи? Резиновые квартиры – характерная проблема для города Сочи? Ну, резиновые квартиры, как такового, это у нас понимание фактического нет резиновых квартир. Просто зарегистрированы, мы отрабатываем те адресы, где зарегистрированы 10 и более человек. Вопрос вы поставили верно по жилым гаражам. Жилой гараж, он в априори быть не может, пока не будет признан в судебном порядке жилым гаражом. Гараж, он и есть гараж, его обозначение так ясно. Это такое специфическое явление. Да, и то, что там проживают, мы, как орган регистрационного учета, в данной ситуации мы не можем отследить граждан, там зарегистрировано, потому что по гаражам регистрации не производятся. В рамках данного мероприятия было проверено более 380 гаражей. Таких вот нарушений именно миграционного законодательства, что проживают без регистрации, либо иностранные граждане, у нас по линии ОВМ пока не выявлено. Потому что доказать факт регистрации проживания по данному адресу очень тяжело, так как гараж не является жилым помещением. Если являются только в установленном законном порядке, их очень мало. Проводятся рейды. Почему? Потому что, самое прекрасное понимаете, что большинство нелегальных мигрантов пытаются там спрятаться и проживать там. Якобы такая темная зона, которую мало кто видит. Мы туда своими силами добраться не можем, поэтому в зависимости от коми данная работа ведется. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть сюжет. Мы его снимали во время одного из таких рейдов на улице Альпийская в гаражно-строительном кооперативе. Рейд провели совместно полицейские и сотрудники городской мэрии. Смотрим сюжет и далее вернемся в студию. Обитателей гаражного кооператива на улице Альпийская сегодня разбудила полиция. Рейд начали в 7 утра, чтобы застать хоть кого-то дома. Цель – проверка документов. Стражи порядка выясняют, на каком основании люди живут в нежилых помещениях. Вы на каком основании здесь проживаете? Я? Да. А там, что снимаю в нежилю. Договор. Это все к хозяину. У вас должна быть копия договора. Это все к хозяину. Звоните, звоните хозяину, пускай едет сюда. Первые гаражи появились здесь, на Альпийской, еще в конце 70-х. Тогда люди своими подписями в уставе кооператива заверяли, что жить они здесь не будут, только хранить машины. Но сегодня автомобили хранятся вот так, на улице. А в самих гаражах, которые уже больше походят на многоквартирные дома, живут люди и не всегда благополучные. Сегодня комплексные проверки путем обхода жил массива. Направлены, конечно, на выявление лиц, склонных к совершению преступления, лиц, значит, ранее судимых, лиц, которые нарушают миграционное законодательство. Есть информация, значит, по лицам здесь и употребляющим наркотики, есть, значит, информация по лицам, занимающихся проституцией. То есть, такие факты уже выявляем, документируем, значит, будем привлекать к ответственности. Хозяева так называемых жилых гаражей активно сдают квадратные метры. Между тем, условий для нормальной жизни здесь никаких. Еще в феврале кооператив отключили от воды ввиду отсутствия канализации. Но выход быстро нашелся. Так, на крышах появились бочки с привозной водой. Другие пользуются пятилитровой пластиковой тарой. Ну а использованная вода так и продолжает стекать прямо на грунт. Здесь мы работаем действительно совместно с администрацией. Задача отфиксировать это все, значит, установить лиц, которые это совершают, да, для дальнейшего привлечения их к административной ответственности за данное деяние. Нарушения не только фиксируют, но и тут же устраняют, отрезая жильцов от импровизированной системы подачи воды. Всего только в центральном районе Сочи 68 гаражных кооперативов. И только в гаражах на Альпийской нет канализации. Если верить вот этому объявлению, местные жители начали срочно собирать деньги на ее прокладку. Но когда это случится, вопрос открытый. А это значит, что комиссия здесь появится еще не раз. Ваш отдел по вопросу миграции активно сотрудничает и с Советом национальных объединений курорта. Не так давно в Сочи прошло совместное совещание. Как такое взаимодействие с нашими диаспорами помогает сегодня полицейским? И каковы вообще итоги совещания? О чем удалось в очередной раз договориться? Недавно прошло совещание. В связи с диаспорами, конечно, хочется выразить благодарность администрации города Сочи, потому что предоставили площадку для проведения мероприятия и собрали все диаспоры. У нас не получается самостоятельно собирать все диаспоры, вывезываем их группами. А в этот раз у нас были представители всех диаспор. Удалось довести, конечно, им много нового в миграционном законодательстве, также о чемпионате мира по футболу, о необходимости регистрации своих соотечественников, земляков, также об административном законодательстве, о сроках привлечения, об административных штрафах, также о возможности своим же представителям диаспоры помогать именно своим землякам и соотечественникам, нарушившим миграционное законодательство. Беседа получилась довольно-таки продуктивная. Пришли к решению очень многих вопросов, обменялись телефонными номерами, если какие-то возникают проблемы, не только по проблеме именно наших иностранных граждан и диаспор, но также по взаимодействию с органами по вопросам миграции, по вопросам миграции в ВД города Сочи, чтобы исключить коррупционные риски, либо какие же еще, которые могут возникнуть в ходе взаимодействия. То есть сотрудничество очень даже полезное? Очень плотное и полезное строительство. Ну и Ваш отдел проводит массу очень важных рейдов, очень важных операций. Одна из последних завершившихся называлась Дебитор Юг. В чем ее суть и каковы результаты? Да, операция проводилась. Дебитор Юг сама за себя говорит. Мы проводили сверки с Федеральной службой судебных приставов по должникам, которые не платили штрафы по линии именно миграционного законодательства, административные штрафы. Очень хорошая положительная тенденция. Взыскиимость у нас составляет почти 100%. Те штрафы, которые не оплачены, это те иностранные граждане, которые были выдворены, и физически отсутствует возможность взыскания административных штрафов. Какой-либо большой задолженности у нас по взысканным штрафам нет. Сейчас еще проводится 4 съемных разбирательства, по ним будет принято решение, а взысканных штрафов у нас по городу Сочи во взаимодействии с приставами не имеется. Ежеквартально у нас проводятся сверки в каждом районе Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазарьский район. Мы проводили тоже недавно рабочую встречу со всеми главными средствами города Сочи. Взаимодействие налажено, проблемных вопросов, которые необходимо прямо решать, у нас нет. Ну и не могу не спросить в завершении нашей программы про такой важный документ в жизни каждого гражданина. Это паспорт, самый главный документ. Но речь пойдет о заграничном паспорте. Знаю, что не так давно многие, кто желал оформить этот документ, они сталкивались с такой глобальной проблемой, как огромные очереди. На сегодняшний день как-то ситуация изменилась? Если да, то за счет чего ее удалось поменять? И какие, может быть, новые формы сейчас внедряются? Может быть, электронные очереди или что-то другое? Вы знаете, данная услуга у нас, она очень популярна, особенно на территории города Сочи. У нас имеются два комплекса, которые принимают на документы, паспортные документы нового поколения, то бишь на биометрию. Это в Ладырском районе и в Адлерском районе. Брать сегодня сухие цифры статистики, которые говорят, что на сегодняшний день у нас более 78% на получение загранпаспорта подано именно документов в электронном виде, что абсолютно исключает толкотню и создание очередей. Плюс ко всему к нам еще подсоединились МФЦ. Теперь в МФЦ можно принимать документы на получение загранпаспорта, обмен и также выдачу. Но это только по документам старого образца, старого поколения, то бишь на 5 лет. Десятилетние документы у нас в Лазаревке и в Адлере очень хорошо еще практикуются. Это у нас портал госуслуг. Мы выходим на хороший показатель, на хороший уровень. И в данном направлении у нас, слава богу, уже исчезли. То есть работа налажена на 100%. Работа налажена, но на 100% нет, конечно, еще в этот направлении необходимо дорабатывать, но программу президентом выполняю. Замечательно. Николай Владимирович, спасибо большое за очень интересные ответы. Очень интересный разговор получился и очень важный. Я напоминаю, что гостью нашей студии сегодня был начальник отдела по вопросу миграции УВД по городу Сочи, подполковник полиции Николай Скоба. Спасибо огромное. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова